На минувшей неделе Великобритания простилась с принцем-консортом Филиппом. В автомобильном мире супруг королевы Елизаветы II был известен как почитатель полноприводных британских машин, особенно лендроверов. В ряду этой марки, пожалуй, нет моделей, которые бы не водил принц Филипп. Английская пресса уверяет, что будучи ветераном Второй мировой, принц хотел похороны по-военному, без излишеств, и в разговоре с королевой обронил. Просто засуй меня в багажник лендровера и отвези в Винздор. Герцог Эдинбургский не дожил два месяца до своего столетия, но приводить дела в порядок начал еще в 2003 году. Именно тогда лендроверу была заказана переделка в катафалк охотничьей машины, длиннобазного дизельного Дефендера 130. В 2016 году внедорожником занималась фирма Фоули, специализирующаяся на тюнинге лендроверов. Покойный принц сам спроектировал некоторые детали, включая крепления для гроба. Предполагалось, что катафалк проедет 30 с лишним километров из Лондона в пригород. Но из-за эпидемии вся церемония прошла в самом Винздоре, где лендровер проехал полкилометра, от внутренней часовни до церкви Святого Георгия. КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТОВ Проект рассчитан на космических туристов, от которых не требует профессиональной подготовки. Ведь суборбитальные аппараты не поднимаются выше 100 километров над поверхностью планеты. Ну а по возвращении на Землю астронавтам предложат купить рейндж-ровер в особом исполнении. А марка Ягуар отмечает 60-летие спорткара E-Type, дюжины отреставрированных купе и кабриолетов. У всех машин родная рядная шестерка 3.8 и специально спроектированная пятиступенчатая механика со сближенными передаточными числами. Интерьер дополнен медиасистемой Ягуар Классик, а на центральном тоннеле выгравирован маршрут из Ковентры в Женеву. Спешная отправка машин на автосалон 61-го года стала фирменной легендой. Само собой, купить коллекционные Ягуары можно только парой. Стоит такой набор под 70 миллионов рублей. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ